Эстер Альварес 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 К моменту задержания парни Успели сбыть краденое Теперь за это преступление Один из налетчиков 7 лет проведет за решеткой А другой 7,5 Полицейские составили Фоторобот-мошенника Который ограбил 102-летнего пенсионера Из Копейска Аферист представился Соцработником И сказал, что В честь Дня Победы Старику положена Фремия 800 рублей Вот так выглядит человек, который забрал от Афишера 730 тысяч рублей. Ориентировки на него поступили уже во все райотделы области. Аферист представился соцработником и сказал, в честь Дня Победы Копейчанину положено выплата – 800 рублей. Парень протянул пожилому человеку пятитысячную купюру и попросил сдачу. Пока старик искал деньги, обманщик вынес крупную сумму. Он знал, что деньги у пенсионера есть, ведь разговаривал со старейшим футбольным фанатом о предстоящей поездке в Москву на игру «Спартака». В ГОМВД области сообщили, дело взято на особый контроль. Он предпринял попытки самостоятельно разыскать неизвестного, но у него ничего не получилось и об этом было сообщено в полицию. В этот же день было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Создана усиленная следственно-оперативная группа. Кстати, команда сразу отозвалась, узнав об ограблении Фишера. Руководство заявило, часть вырученных денег от продаж билетов на матч «Спартака» с «Кубанью» переведут на счет почетного болельщика. Семья из Копейска, которая уверена, что в смерти их ребенка виноваты врачи, недовольна ходом расследования. По словам Читы Бухарметовых, следствие отправило медицинские документы на экспертизу в Челябинск, тогда как супруги настаивали для максимальной объективности отправить их в Оренбургскую область. Они подозревают, что в областном центре кто-то может повлиять на результаты исследований. Проведено две проверки учреждений медицинских управлением здравоохранения. Документы, переданные на экспертизу специалистам Минздрава Челябинской области. Больше комментариев никаких. Маленький Денис умер на руках у родителей. До этого мальчику сначала поставили прививку в ножку, но бедро стало синеть. Малыша пытались вылечить в Копейске в больнице для взрослых пациентов. И не отправили в Челябинск, где был детский реаниматолог. Действующим приказом о маршрутизации детей для оказания специализированной хирургической помощи в горбольнице номер один хирургическое отделение. Нашим детским хирургам она работает в настоящее время. Родители погибшего Дениса уверены, что ошибку в лечении допустили медики. Либо те, кто ставил вакцину, либо те, кто мог несвоевременно оказать младенцу медпомощь. Беспрецедентный судебный процесс скоро начнется в Металлургическом районе. На скамье подсудимых сядет продавец. Женщину будут судить за то, что она продавала алкоголь детям. В зале суда продавец попросила не снимать ее лицо. Судья только начала устанавливать личность обвиняемой, а женщина уже расплакалась. Переживайте, пожалуйста. Неудивительно, ведь ей грозит уголовная ответственность за неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В первый раз дама отделалась штрафом в 30 тысяч рублей. Продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему лицу. Потому что она была подвергнута административной ответственности в виде штрафа. Штраф она уплатила. Однако в декабре продолжает продавать алкогольную продукцию, опять-таки несовершеннолетним лицу зная, заведомо его возраст. Сейчас даме грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Виктория Дайнека подаст в суд на мужской спа-салон в Челябинске. Певицу возмутил факт использования ее фотографии на баннере и главной странице сайта заведения. Это фото рекламировала салон эротических услуг. Рядом с изображением Дайнека слоган. Удовлетворите ваши любимые фантазии. Шокированная звезда гневно прокомментировала случившееся. Тем не менее, Дайнека официально заявила, что не оставит ситуацию безнаказанной. Речь может пойти о многомиллионных исках. Хотя теперь даже на сайте не осталось и следа от той фотографии. Факт нарушения имеется. Теперь заведение рекламирует другая девушка. СПО-услугами заинтересовалась прокуратура Центрального района. Ведь сайт обещает эротическую релаксацию. А ниже представлены фото полуголых сотрудниц. Но в конце страницы пояснения интимная близость с девушками невозможна. Тем не менее, прокуратура проводит проверку. Есть основания полагать, заведение может заниматься незаконной деятельностью. Если этот факт будет доказан, руководителям салона может даже грозить срок до двух лет лишения свободы. Кстати, этот СПО-салон вызвал на себя гнев и Челябинской митрополии. Оказалось, что сомнительное заведение соседствует с храмом Александра Невского. На северо-западе Челябинска загорелось строящееся здание. Пожарным удалось справиться с огнем за 15 минут. На этих кадрах видно, как пламя охватило часть строения. По сообщениям очевидцев, загорелась сторожевая будка. А уже после огонь перекинулся на строящийся дом. Свидетели происшествия вызвали пожарную службу. За 15 минут им удалось ликвидировать возгорание. А это кадры пожара одного из боксов гаражного кооператива в Южноуральске. Черные клубы дыма заметили местные жители. На место происшествия они вызвали спецслужбу. Известно, что в обоих пожарах погибших и пострадавших нет. Пожизненный срок грозит двум мигрантам за перевозку наркотиков. Они пытались привезти в Челябинск 13 килограммов героина в день открытия чемпионата мира под зюдо. Криминальный дуэт надеялся, что из-за праздника все силы полиции будут кинуты на охрану порядка. И представителям власти будет недодосмотр автомобилей. Но мужчины не знали, что их уже поджидают сотрудники наркоконтроля. Их выследили в августе прошлого года. Несмотря на то, что банда пыталась объехать главные дороги. Задержанные оказались не только драггиллерами, но и участниками этнической организованной группы. Наркотик они везли в Челябинск из Таджикистана, через Киргизию и Казахстан. Крупную партию белого порошка они прятали в трубках, на которые были намотаны обычные шторы. Расследование уголовного дела в отношении двух выходцев из Средней Азии завершено. За содеянное мигрантам грозит большой срок заключения. Калининский районный суд вынес приговор трем драггиллерам. Челябинец и его два подельника из Казахстана будут сидеть в колонии строгого режима по 6 лет за то, что приобрели почти 140 килограммов марихуаны. 8 мешков они привезли в Южноуральскую столицу из Курганской области и пытались спрятать в гараже. Но преступников поймали с поличным. Все трое признаны виновными. Кроме срока за решеткой, каждый из них должен выплатить штраф в казно государства в размере 100 тысяч рублей. Дельта. Система безопасности. Дельта объявляет акцию монтаж сигнализации бесплатно. Успейте установить за минимальную цену. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону 222 11 11. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Британский лингвистический центр – это центр с современным и интересным подходом к изучению европейских и восточных языков. Телефон 250 05 20. Суши-сервис. Доставка суши в Челябинске. Акция «Хорошая цена». Оформив заказ, вы получаете скидку 40% на все меню. А также участники акции получают карту постоянного клиента. Подробнее на сайте sushiservice.rf или по телефону 8 9 222 309 444. Спонсор выпуска – технокухни на Тополиной аллее. В магазине отличный выбор и привлекательная цена на встраиваемую технику. Внимание, супер-предложение. Стеклокерамическая варочная поверхность всего за 6 900 рублей. Успеете купить по выгодной цене. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь. Самое интересное еще впереди. Легковушка перевернулась. Два человека пострадали. Аварии с камер видеорегистраторов. Школьница придумала новое, но опасное применение DVD-диском. Пришлось даже звать спасателей. Грабитель ломал челюсти старикам, чтобы те не сопротивлялись. По интернет-ценам. Технокухни. Техника, которая готовит. Страшная авария произошла в районе Челябинского цирка. Легковушка в буквальном смысле перевернулась в воздухе. Пассажиры водителя делались легкими травмами. По словам молодого человека, находившегося за рулем, такой пируэт стал единственным выходом из ситуации. По его словам, машина подрезала автомобиль. И, уходя от столкновения, он резко повернул вправо. Лада наехала на бортик и перевернулась. Вот, я ехал с той стороны, в ту сторону, получается, в сторону цирка. Вот, меня подрезали. Я стукнулся в бортик. Автомобиль понесло. И я стукнулся в стол. Мы перевернулись. С автомобиля вылезли сами. Машина восстановлению, скорее всего, не подлежит. Сотрудники ГИБДД и страховая компания разыскивают авто, ставшее причиной аварии. На Комсомольском проспекте иномарка залетела на остановку. Вот, серебристая иномарка поворачивает на Комсомольский проспект и сталкивается с отечественной легковушкой. От удара Фиатальбе вылетает на остановку и по пути автомобиль сбивает случайного прохожего. А после врезается в ларек. По предварительным данным, пострадавший 35-летний пешеход получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все детали этой аварии. В шлябинский автомобиль придавил сотрудника автосервиса. Иномарка на полном ходу влетела в здание и подмяла под себя человека. Это уже последствия аварии. На кадрах видно, как мужчина лежит под иномаркой. На помощь в шлябинцу приехали сотрудники службы спасения. Че с ногами-то? Чувствуешь ноги? Чувствую, видишь, пальцы. А где именно-то? В самих пальцах? В колене? В правую. Известно, что в момент аварии парень находился на диване. Возможно, он ждал очередного клиента. И в это время в сервис залетела иномарка. С помощью специального оборудования спасатели приподняли машину и пострадавшего смогли вытащить. Давай, давай, молодец. Давай, давай, вытягивай. Давай, давай, давай. Тихо, тихо. Ножами не кидай. Вторую ногу бери. После освобождения 25-летнего механика передали медикам. В тяжелом состоянии работника автосервиса доставили в больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы. В центральном районе столкнулись две легковушки. Оба водителя иномарок совершали маневр и не смогли разъехаться. На кадрах видно, как автомобили едут по проспекту Ленина. На светофоре загорается желтый сигнал и поток машин останавливается. Но одна иномарка решила закончить маневр. В это же время другая легковушка стала поворачивать. И в этот момент они и встретились. От удара один из автомобилей даже развернуло. Другое ДТП произошло в советском районе. Иномарка решила перестроиться в крайний левый ряд. Но водитель не убедился, что этот маневр безопасен. В результате произошло столкновение автомобилей. В Челябинске на скамье подсудимых сядут два водителя отечественных легковушек. Они устроили ДТП, в котором погибло два человека. Это кадры той страшной аварии. На записи видно, как ВАЗ-14 модели совершает поворот на перекрестке. И в этот момент в него врезается Лада Гранта. В результате ВАЗ-14 модели перевернулся. И двое пассажиров авто погибли. Как установило следствие, отчасти виноваты оба водителя. 62-летний шофер на 14-й не убедился в безопасности маневра. А 28-летний парень двигался со скоростью 100 км в час. И вот судить будут обоих. Два нарушения за один раз. Полицейские поймали родителей, которые рисковали жизнью своего малыша. Сначала они привезли ребенка в детское учреждение без детского кресла. А потом на глазах полиции. Повели маленького сына через дорогу в неположенном месте. Какое теперь наказание грозит супругам? И кто знает правила дорожного движения лучше всех? В сюжете Ольги Кокшаровой. Почему перевозили без детского удерживания? Потому что он с утра нервничает. Вот и перевозили. Нет, ну это же безопасность. Безопасность же вашего ребенка. Это отец маленького пассажира. Его машину остановили несколько минут назад. Своего сына он перевозил на переднем сидении. Мальчик был на руках у мамы. За данное правонарушение данному водителю грозит штраф в 3000 рублей по ст. 12.23, часть 3. Удивительно, но пока сотрудники ГИБДД выписывали мужчине штраф, его супруга куда-то рванула с сыном, перебегая дорогу в неположенном месте и рискуя не только своей жизнью, но и здоровьем своего чада. Вожу двоих детей. Использую детские кресла. Использую по назначению. Так-то в семье 4 человека. Пока два кресла. Да, уже совершеннолетний ребенок, уже пристегиваются сами. К счастью, за весь рейд полицейских было больше тех, кто соблюдал правила перевозки детей. По правилам дорожного движения ребенок должен перевозиться в транспортном средстве с помощью детского удерживающего устройства, либо иного устройства, которое может обеспечить безопасность перевозки данного ребенка. Сотрудники ГАИ останавливали и проверяли не только автомобили вблизи школ, но и разговаривали с маленькими пешеходами. Оказалось, ребята хорошо знают, как себя нужно вести на дороге. Как надо идти? А какой цвет? Цветофора? Зеленый цвет. На час состоялся. А в каком месте дорогу нужно переходить? Иди. В локарном переходе. В пешеходном переходе, да? Все правильно, молодец. Кстати, тем детям, кто добирался до школы своим ходом, полицейские раздали специальные светящиеся карточки, которые советовали приклеить на верхнюю одежду, чтобы водителям было лучше видно ребенка на дороге. Веселая компания разбудила жителей трактора заводского района. В один из часов вечера неизвестные устроили под окнами многоэтажки аварию, но не расстроились, а стали плясать около легковушки. По словам очевидцев, эта машина не вписалась в поворот и вылетела на газон. Выехать получилось не сразу. Сначала буксовал не только автомобиль, но и его спасатели. Машину пытались вытолкнуть вперед, потом, возможно, передумали и стали толкать назад. Когда легковушку вернули обратно на дорогу, один из пассажиров, видимо, так обрадовался, что в эйфории лег прямо на проезжую часть. Кстати, очевидцы подумали, что вся компания могла быть навеселе. Парни странно себя вели и, несмотря на ДТП, все время громко смеялись. Жители поселка Залесье ломают шлагбаумы. Видимо, так они выражают свое недовольство качеством пропускной системы. На кадрах видно, перед автомобилем поднимается шлагбаум, но мужчина проезжать не стал. Он вышел из машины и стал ломать конструкцию. На его действие вышла сотрудница охраны. После недолгих разговоров местный житель уехал. Другой недовольный автолюбитель тоже решил разобраться с препятствием. Машина сначала подъехала к шлагбауму, но тот не поднялся. Тогда водитель принял решение попытаться проехать по встречной полосе. Здесь ему удалось немного приподнять железную балку, но потом шофер заметил встречный автомобиль. Шлагбаум поднялся, и машине все-таки удалось проскочить. Партнер выпуска Дельта системы безопасности. Они закрывали глаза на санкции и рост цен у поставщиков. Держались до последнего. Но это произошло. Цены повысились пока ненамного. Дальше будет еще дороже. Успейте купить сигнализацию по минимальным весенним ценам. Дельта система безопасности. Дельта объявляет акцию монтаж сигнализации бесплатно. Успейте установить за минимальную цену. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону 222 1111. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Юная Челябинка нашла DVD-диском новое применение и чуть не лишилась пальца. Она надела 4 пластинки, но снять уже не смогла. Когда рука начала синеть, пришлось вызывать городских спасателей. Придется диски ломать. Мы сломаем сейчас все диски потихоньку. Только так. Спасатели вооружились плоскогубцами и начали снимать диски один за другим. В процессе выяснилось, что снять их ребенок и ее старший брат пытались самостоятельно. Для этого даже обмывали пальчик мылом. Мылом, да? Да. Из-за этого диски склеились и доставили некоторые неудобства при снятии. Но благодаря своей сноровке спасатели быстро справились с проблемой и освободили школьницу. Продажа алкоголя обошлась им в кругленькую сумму. Те, кто отпустил спиртное детям, теперь должны государству по 30 тысяч рублей. Сколько продавцов нарушили закон и попались на контрольную закупку общественников, знает Ольга Кокшарова. Федеральный проект агенты. Вы только что совершили продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Вы знаете, что за это полагается административное наказание? Продавец только что отпустила 15-летней девушке бутылку пива. Но женщина явно не ожидала, что школьница вернется снова, но уже с общественниками и инспектором по делам несовершеннолетних. Паспорт не спрашивали? Ну, оно выглядит. 18-го выглядит. Моя 8-летняя дочь так же. Давайте идем. Инспектор объяснила, что интересоваться возрастом покупателей спиртного нужно в любом случае, даже если человек выглядит старше своих лет. В этом ларьке молодой девушке тоже продали алкоголь. При появлении стражей порядка парень за прилавком стал оправдываться. Говорил, что якобы и вовсе не слышал про запрет продажи спиртного несовершеннолетним. Административный ходит все, что все спиртные здравия слышали. Не знаю, что законы нас управляют. На всех, кто нарушил правила, был составлен административный протокол. Наказание по статье предусматривает крупный штраф в размере 30 тысяч рублей. Не исключено, что такую сумму продавцы будут платить из своего личного кармана. Полиция Копейска занялась поиском 17-летнего Артура Фахреддинова. Подросток сбежал из детского дома. По информации сотрудников полиции, он ушел из учреждения утром, пока все спали. Был одет в легкие трикотажные брюки и черную куртку. Воспитатели боятся, что он может погибнуть от холода. Возможно, Артур находится в Челябинске. А в Златоусте пропал 29-летний мужчина. Он ушел из дома еще в начале августа 2014 года. И до сих пор о нем нет никаких известий. Родные полагают, что с ним могла приключиться беда. И жду звонков от тех, кто может знать, где он находится. С обреденелыми дорогами столкнулись жители одного из домов в Курчатовском районе. Автор видео утверждает, что по таким дорогам не может проехать мусоровоз. На кадрах видно, как КАМАЗ сдает назад. Вероятно, водитель побоялся проезжать на этом участке. Ведь если машину занесет, то грузовик может задеть припаркованные легковушки. Также во дворе падают пешеходы. Лед на некоторых участках достигает 10 сантиметров. Но коммунальщики убирать наледь не торопятся. Видимо, ждут теплых дней, чтобы все растаяло. Стать агентом нашей программы легко. Снимайте происшествия и их последствия присылайте в нашу редакцию. И выигрывайте призы от Суши-сервис. Суши-сервис. Доставка суши в Челябинске. Акция. Хорошая цена. Оформив заказ, вы получаете скидку 40% на все меню. А также участники акции получают карту постоянного клиента. Подробнее на сайте. Или по телефону. 8-9-222-309-444. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok